Заседание эксперт-клуба участники начали с результатов социологического опроса. Простых нижегородцев спрашивали о новом губернаторе и какая система управления городом лучше, одноглавая или двуглавая. 73% респондентов за прямые выборы мэра и только 14% считают, что подходящего кандидата должны выбирать депутаты по конкурсу. Мы тоже решили провести свой опрос среди нижегородцев. Выяснилось, жители слабо представляют, кто именно стоит у руля города и области. Не знаю. Новый губернатор Никитин, Белов городом и мэр у нас новый, женщина. Елизавета Солонченко мэр города, а греб Никитин губернатор. А может у нас все-таки двуглавая с тем в городе? Двуглавая в смысле. Мы знаем то, что перемена произошла. Кого на кого поменяли? Вот на кого не знаем. Мы знаем то, что Шахшанцев ушел. Я не помню, как зовут. Помню, что менеджер города у нас женщина, не помню, как его зовут. Помню, что у нас нового губернатора назначили, не помню, как его зовут опять-таки. Что он бывший охранник Путина. С тех пор, как в регион пришел Клеб Никитин, отношения между белым и серым домами Нижегородского Кремля стали более напряженными. Отсутствие взаимопонимания в финансовых и градостроительных вопросах может иметь последствия для всего города. В Нижегородском эксперт-клубе обсуждают, как найти компромисс. Они также за возврат к одноглавой системе, но еще раз обращают внимание, спешить в этом вопросе не нужно. Десять депутатов из десяти один за другим высказываются достаточно критически по поводу одноглавой системы. Лучше, если говорят, то говорят, как Макс Вилович сказал, что всегда был последовательным сторонником прямых выборов лера. Они неизбежно убегут в кадровые перемены. А кадровые перемены неизбежно убегут в разрывы в хозяйстве и деятельности городов, районов и так далее. Вот это меня беспокоит. Это все делается очень крайне поспешно, крайне таким каким-то кавалерийским наскоком. Может быть, мы такие ужасные провинциалы, что не привыкли к таким скоростям, и это тоже допускают. Константин Барановский приводит в пример другие регионы, где также сменился губернатор, но происходит более консолидированная работа. Наметился тренд на открытость. У нас в регионе пока нет единства не только на разных уровнях власти, но даже внутри одной партии. Это плохая стратегия, на мой взгляд, потому что тогда девальвируется вообще статус политической партии. То есть вся федеральная политика последних 10-15 лет настроилась на том, что партии являются ключевым элементом продвижения правильных законов. Уже завтра, 26 октября, депутаты будут голосовать за либо против проекта закона о переходе на одноглавую систему управления городом. И этот вопрос также в центре внимания эксперт-клуба. Если законодательное собрание завтра примет решение, значит, ставит одноглавую систему, я уверен, если большинство голосов, значит, я уверен, что следующий шаг, он не за горами. Это будут прямые выборы на район Нижнего города. Пока город находится на развилке, меняются руководители и их замы, по мнению участников клуба, нельзя забывать о более важном – благоустройстве, подготовке к зиме и решению транспортных проблем. Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижний.